Владимир Александрович, Ленинский округ не самое легкое место для работы, как, впрочем, и Министерство строительства и жилищно-коммунального комплекса. Вам просто так везет? Или вам специально предлагают работу в таких трудных сферах? Или, может быть, вы сами не ищете легких путей? Я не скрываю. Первые два дня хотелось просто встать за стола, пока еще не сдал удостоверение вернуться на свое место в Ленинский округ. Но сейчас, на самом деле, Министерство все интереснее и интереснее, и есть моменты, которые действительно... Я понимаю, что это сложность определенная, но, тем не менее, я очень азартный человек в этой части. Мне сейчас хочется, действительно, я загорелся, мне хочется... Сегодня после объезда строек, я понимаю, что такие грандиозные вещи делаются, на самом деле. Хоть и мы говорим, там плохо, там плохо. Это было предложение, от которого нельзя было отказаться? Можно было отказаться. Можно было отказаться. Это... Ну, мне сложно судить, понял или нет, но... Просто я, скажу так, я почувствовал, что в моих услугах заинтересованы. Поэтому, если бы я почувствовал, что просто на какое-то время занять, я нет. Я бы не согласился никогда. За последнее время в Министерстве несколько руководителей сменилось. Не обошлось без скандалов, даже без уголовных дел. Это работа такая сложная? Работа ничем, она не сложнее, чем у других людей. И поэтому, мое мнение, это человеческий фактор. Просто-напросто. Понимаете, я умею жить на зарплату. Вопрос с ремонтом городских дорог, ну и по ряду объективных причин, и благодаря вниманию СМИ, наверное, стал одним из самых острых, горячих в сфере компетенции вашего министерства. Как с этим будете бороться? Как остроту снимать? Просто все скидывать на то, что погодные условия, какие-то еще вещи, да. Я думаю, и в дороге то же самое вмешался человеческий фактор. Я не скрываю о том, что содержание наших дорог желает лучшего. Помимо того, что их нужно ремонтировать, да, нужно их еще и содержать. А вот этот фактор очень сильно повлиял, особенно последних 3-4 года. Сколько, на ваш взгляд, времени нужно, чтобы эту дорожную проблему закрыть? Ну, хотя бы в городе. Если такими темпами, вот как сейчас поступление средств финансовых, да, ну, лет 10. То наследство, которое вам досталось, назову это так. Вот объекты незавершенные, которых все следует, поликлиника, на левом берегу, галерка, театр. Вот Саламандра та же, да, о которой много было уже сказано. Что ждет их? Какое будущее? Я сторонник того, что люди должны за свои поступки отвечать. Та же поликлиника, она до сих пор не функционирует по причине того, что там сработали не очень хорошо государственные структуры. Вот сегодня я буквально объезд по этим объектам проводил. Но перспектива неплохая. Я считаю, что мы и галерку, и поликлинику. Поликлинику, наверное, нет. Поликлинику все-таки, я думаю, что это 18-19 год, потому что там дополнительно порядка 260 миллионов еще нужно. А вот детские вот эти все вещи, ну, сдадим осенью. Лично у меня возникает впечатление, что вы как будто, ну, вот знаете, вот не из этой чиновничьей системы человек. Как вы будете в ней приживаться? Я никогда не прощу человека, который вот такие вещи допускает. На самом деле, я не хвастаюсь, я все-таки поработал даже в Ленинской администрации 9 с лишним лет, да. У меня коллектив на эти вещи очень был заточен четко. Они это прекрасно понимали и знали. Вот, поэтому я не люблю вот эти пустые совещания какие-то. Я не люблю просто их. Я не люблю какую-то чопорность в этой части, там записываться, не записываться. Есть, видишь, открытый кабинет, зашел и все, специалисты, заместитель или кто-либо еще. Ну, я не знаю, если ты пришел работать, но не сраивать зарплату, ищи другое место. Спасибо большое, что нашли время, что ответили на вопросы. Спасибо большое.